Следующая фотография Она была со смыслом А 1 сентября посыпалась Сувенир Востока Это просто Меня вопрос задавали Я ответил Время созревания Это год особый Год особый Жара дикая и засуха Здравствуйте Валерий Константинович Пишет Сергей Рассказали о вашем питомнике Хочу приобрести саженцы плодовых Назавка до Красноярска Внимание Проживаю Я же со стула не упал 400 километров Седья Красноярска Груз песчаный Был в сосновых лесах Все знают что Вы же все знаете Что сосновых лесах И песчаный грунт Это одно и то же Под сосновыми лесами Всегда грунт Почти всегда грунт песчаный Что можно посадить Я начну издалека Знаете почему Это так горько Ну хорошо Это его допустим Сознательный выбор Что он живет так И там тоже хочет иметь сад Наверное у него есть своя земля Но я сейчас Я не могу так Я граждан России Я беру шире В свое время Была поговорка Поминаем Это времена Я почему Горбачев вспомнил Во времена Горбачева Лаять разрешили Но поводок укоротили А вот эта фотография Для чего догадайтесь Чтобы я Эту тему не упустил Итак Поводок Укоротили Но лаять разрешили Вот Однажды литературная газета Написала Жуткую статью Она меня потрясла Она потрясла Еще 5 миллионов Чехи которые ее выписывали 5 миллионов Вот Но ничего От этого не изменилось Это было советское время И вот советское время Однажды возле одного города Нормальный мужик Работящий Сейчас таких Во всем почти не осталось Никого не спрося Взял Распахал Несколько соток Посадил помидоры И помидоры Уже были красными Вот В то время Закон есть закон А его надо исполнять Местные чиновники Подогнали бульдозер И Бульдозерист Включил газ Вот Все это было уничтожено Вот И я понимаю так Не заметить Можно было Вот у нас много не замечают Кто-то миллиард украл Не заметили Появилось Страшно Там Трехэтажный дом вверх И два этажа вниз Так Стоит Миллиард У чиновника Таких денег нет И не заметили Дома не видят И сейчас их не видят И не увидят никогда Так А здесь заметили Мне вот это Да Литературная газета Как-то немножко Нас Людей Вот такого типа Как я наверное И как вы Вот тут не случайно Ребята Здесь миллионы людей Которые никогда Не станут меня слушать Даже зная Чего я буду говорить Заранее Там Как посадить Как не делать штаб Чтобы не убить дерево Все равно слушать не буду А у нас такой круг Меня больше всего Поразило даже не это Подонков всегда хватало Да действительно могли Не заметить Как не замечает Эту Постройку за миллиард рублей Вот Украденных Бульдозерист Он взял Спокойно Нажал на газ И несколько сотен Спелых помидоров Уничтожил Теперь вы поняли Каких людей Нам надо воспитывать А вот не буду я Вот допустим Можете представить Меня Я допустим Бульдозерист Ну такого Типового характера Не буду Уваляйте Уваляйте Тогда бульдозеристам Были всегда нужны Не буду Второму Не буду Третьему Не буду Но сам чиновник Не пойдет Давить помидоры ногами Поняли да Но Откуда росла проблема У человека Не было земли Потом появился Горбачев Я всю эту проблему Она сейчас Она сейчас Еще актуальней Умер Нет Не умер Появился Горбачев В качестве лидера Так Дал людям Начал давать людям землю Однажды Его в упор Спросили Ну дайте уже Всем людям землю Знаете что это Горбачев Чиновник Не плевать Он умер Или живой А разговор Один тот же Из печи Слово не выкинешь Его ответ был Ну что же вы хотите От нас Мы вам Миллион участков Шестисоточник дали А в стране Было 300 миллионов Человек 300 И он Кинул эту кость Миллион Да Да брали Вот такие Четырешотки Там взял Боднер И стал Выдающим Садоводом Даже не стал Да стал Вот Имеется ввиду Что мог бы стать Не выдающим Садоводом А вообще Это гением Из гением Если бы Вы дали 10 соток 20 40 Гектар Ходил С протянутой Рукой Не дали И вот А здесь Миллион дали Отстаньте от нас Потом пришел Ельцин Царство Небесное При всех Его недостатках Вот И вот При всех Этих Недостатках Он взял И сдал Закон о земле И я взял Пять гектар Эти пять гектар Научили меня Тому Чему я вас Сейчас учу Тысячи саденцев Выращены Деревья Полоносящие Выращены Все Что только В голову С блинов Выращены А теперь Я передаю Свои знания Ну брали В основном Конечно Под пахоту А не Под сады И что Дальше Случилось Где Теперь Этот закон Как Его отменяли Что сейчас Надо Землю Покупать Я Миллиона Двести Тысяч Своих Денег Горбом Заработанных Отдал За то Что только Расширили Печасток Вот Чтобы теперь Вам помогать Вы представляете И вдруг Появляется Бесплатный Гитар На Дальнем Востоке А под Москвой Они не Нигде Они не Что Вот И получается Поводок Еще укоротили И как Самое Когда-то Об этом Будут говорить Как О величайшей Страшной Наглости Дают Арктический Гектар Хочешь Гектар Свою Получить А начали Мы Разговор С чего Мы Начали 400 Километров Северной Красноярской Я Взял И Скопировал Дальше Пойдет Нормальная Лекция Да Слушайте Арктический Гектар Предполагает Что На участке Можно построить Дом Сейчас Нельзя Нигде В России Ты что Даже Возьмете Землю Там Все равно Нельзя Туалет Не застроить Во многих Случах Экономическую Деятельность Представительных Хозяйств Вы что Там В Арктике Что за Представительное Хозяйство В Арктике Ай Вы Какое Нахрен Представительное Хозяйство В Арктике Туристические Услуги Да Давайте Это самое Будут Туристы Призять В зад Лежите На Лешек Водите Или куда Там Вот Однажды У меня Случилась Проблема Я Не один раз Рассказал Еще раз Расскажу Вот Это Проблема Я Был Начинающим Садоводом Но я Уже Сделал 10 10 20 Может быть Даже 100 Первых Статей Это Было Начало Века Вот У меня Успехи Появлялись Так 1500 Косочек Посадил На Тех Пяти Гектарах Садил Густо Как Это Учеба Ребят Садил Густо Как Садят Помидоры 170 Зашло Каждый Получается 9 170 А теперь Внимание Опять Отлик Курс Коротко Очень Молодые Женские Абрикосы Подъели Половину Ранних Позних Смотрим Смотрим Вот Вот это Я Отклонюсь Почему Потому что Вот это Мне не понравилось Страшно Ну Пускай Кто-то За Кто-то Против Я всех Уважаю Неожиданно Абрикосы И перчики В супермаркет В этом году Не хуже Домашних Наверное Турецких У человека Нет понятия Что ему Отраву Продали И Человек Смирилась Цветы То Хорошо Сахарой Сравнили Этого Самого Главного Не поняли Понимаете Этого Не поняли Самое Главное Вот это Маргола Марина Не поняла Ничуть Не хуже 40 Обработок Я помню Яблоник Там Думайте Лягче Эти Что Чтобы там Абрикосы Ничем Не болели А их Сперва Так же Искалечат Дальше Созрели Практически Все Железовские Абрикосы Железовские Ну я Уж Коротко Видите Пропускаю Все Интересная История Приключилась С ранним Железовским Абрикосом Поняли Да Еще один Абрикос Железовский 54 Грамма Ага Вот Ну Переписка Как Местобойчик Я тут Совершенно Ни при чем Мне прислали Присали Вот Ну а дальше Вот они Мои абрикосы Снова Так И Возвращаемся К нашим Этим Проблемам Вот проблема Бы Какая Иркутская Жалко Но у меня На первых Моих статях Эта история Есть И там Есть название Этой лавочки То есть Там была Союзная Пром 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 Дальше Это было Вот Сейчас Хоз Сельхоз Сельхоз Слава Было Сельхоз Ну дальше Что-то Типа Про Кооперации Они Мне заказали Тысячу Коточек И А я Помню Это мой Первый успех Тысячу Я их по 10 рублей Продавал Кстати Тогда Это сейчас Уже Слава Это по 10 И 100 Коточек И индивидуально Тот Заказчик Сам лично Мне говорит Мой сад 100 И заказал Этих Абрикосов У меня Взошло Из Полутора Тысяч Семь Да У них Взошло Из Тысячи Ста Восемьдесят Четыре Понимаете Для меня Это был Селекционный Отбор Я тогда Был Я не сказал Кто Поняли Да То есть Осенью Посадил Весной Чего не съели Мыши А там Мышей Было Знаете Что такое Мыши Мы когда Рыли Эти самые Столбы Под эти Под сарай Ну там Надо было Раз Два Три Четыре Еще промежутки Шесть Восемь Столбов Вот Я Я их Открыл До глубины Где-то Ну чтобы Такое Вставлять Туда Эти Лисины Вот Ну где-то Сантиметр По 80 И получились Ловушки Восьми Ямах Сидело 13 Мышей Мне пришлось Их спасать Потом Вот Этих Мышей Они там Бегали Прыгали Пищали Вот Какие К черту Айркутяне Предъявили Мне Претензии Почему У нас Из Тысячи Став Зашло Восемьдесят Четыре Я Тогда Сортификацией Не занимал Я знал Что такое Сортификация Я читал Там Эту Но На первом Этапе Я этого Не делал Не делал И они Не делали Посадили А дальше Жалите Мыши Но Виноват Оказался Я То есть У них Было Подозрение Что Я им Прислал Ну откуда Я им возьму Некачественные Коточки Я Трехлетние Лешки Коточки Садил Сходят Прекрасно Ладно Теперь вы поняли Что такое Проблема Вот Дальше Поехали Итак Я Должен Кроме Этих Общих Слов Сказать Немножко И Поконкретнее А вот Занесло Меня Там Может Это Какой Как-то Условно Срочный На чем Я мог Оказаться Или Захотел Всего мира Спастись Я же Нарисянин Для меня Ружье Тайга Четыре Избы Спалили Пока Я там Осваивался Втуда Вот И Я За Четыре Сказа В Северной Красноярской Ой Что бы я Попробовал Ну Во-первых То что прячется Под снег Я же ответы Должен Малина Смородина Жемолос Крыжовник Все Под снег Ежевика Голубика Ну Пусть Голубика Это Новомодная Вот Там Скорее Всего У вас Своя Голубика Есть Вот Ну На Количество Ключил И Канадскую Голубику Кизил Терн Это уже Ближе Киви Киви Есть Знаете Киви Есть Во А есть Киви Размером Вот этот Ноготь Вот этот Я имею Ввиду Киви Дикий Киви Барбарис Барбарис Груш Груш Какие Попроще Северян Космар Я По крайней Мере Попробую Они У нас Тут Не Замерзают У вас Конечно Там Это Но я Еще не Все Сказал Мы Будем Еще Сейчас Прошу Прощения Железа На Проводе Так Это Каким-то Оператором Соединяться Нет Ребята Я Тогда Откручу Вообще Сейчас Откручу Сильно Много Желающих От Нас Деньги Отнимать Ой Сколько Сколько Придумано Схем Вот Если бы Их Расстреливали Сейчас Было бы Тихо Сколько Инфарктов Быть Всего Одного Первого И Показать По телевизору Дешевле Чем Тысячи Сотни Тысяч Инфарктов У ограбленных Людей Отчета И отвлекся Итак Сейчас Поймете Что речь Идет Не только О чисто О сортах А мы Будем Глядеть Шире Манджурский Гибридные Абрикосы Как Самые Морозостойкие Именно Вот эти Китайские Сливы Как Самые Морозостойкие Терна Сливы Вишни Сибирские Штамбовая Вишни Степная Степная Вишня Это вообще Точно Выдержит Волочная Вишня Она считается Почему-то Кустарником Тоже Будем Это Черноплодная Рябина Ирга Манджурский Орех За 10 минут Раз Раз Все Что в голову Пришло Я перечислю Ну Уже Извините Это Витамины Будут Не все Может Получиться А чек-то Знает Что такое Это 4 скатора В севере Костоянска Давайте Дальше Смотрим Смотрите Итак Начинаем Семечек У меня Таких Примеров Сотни Я их Сотни Уже Рассказал Ну Давайте Еще Один Итак Мне Недавно Заказали Грушу Сваров А мне Некогда Кажем Сказать Написать А объясните Зачем Груша Сваров Как Подвой Да А кто-то Надеется Может Что она Будет Кустая И тогда Я Значит Рассказываю Всем Да Я знаю У меня Сваров Где-то На дереве Летер Тридцать А может И больше И конечно Я мог бы Заработать Но я Стараюсь Быть Объективным И все Под себя Грести Ну Теперь После Этого Моего Обеселья У меня Будет Меньше Желающих Купить Грушу Сваров В виде Семечек Тем Не Менее Груша Сваров Создавалась Способом Гибридизации Грушевых Свартов Уссурийская Поняли Да Имеет Устойчивость Зиме Это не я Это справедливо И Внимание Белебоск Старый Свар Позднего Переда Способ Из Франции Здрасте С приездом В Россию Уже давно Прижилось Это все Этот гибрид И прекрасно Себя Чувствует Вот А теперь Смотрите От Белебоск Сваров Получил Иммунитет Парше К инфекциям Вызванный Грибами Товарность Груш И необычный Вкус Он действительно Необычный Вот у молодых Вот такой У Сварова Молодых Они у меня Сейчас на балконе Лежат Вот А я в прошлом году Заморозил Вам зимой Всю зиму Показывал Помните Эту красоту Вот Необычный Вкус Действительно Многим Так нравится Что Я как вспомню Что Не гнили А тут Приехали Этот Уже несколько лет Повторяю этот пример Крушницы Приехали Говорили Ой какие вкусные Как вкусные Почем Вот 200 рублей Все Выгребили Теперь И Наконец Я оказался Чтобы не сомневаться Что это все правда Я дружу с одним Из авторов Этого сорта Его создавал Кажется Иисус Присовенко Но один из авторов Это Директор ГСУ Шушенского Баякова Галина Николаевна Моя Можно сказать Не просто знакомая А подруга Вот Необычный человек Вот эти то И создавали в Сибири Я говорю Баякова Галина Николаевна Вот тогда Федерас показывал Один из основателей Сайногорского феномена Вот когда Дали землю Вот Вот тогда Это все Пошло в дело Ее Труды Вот эти Что она Районировала Сморог По центру Сибири Это ее Необычайное достижение Но у нас Мы уже давно на пенсии Но у нас Не принято Таких людей Пошли Не принято Не принято Давать им Премия Какая-то особая Я бы за это Урушил Сморог Дал бы государственную Премию Этому человеку Опять сейчас Начну волноваться Давление Подскосит Так обидно А теперь Посадили Семечку Пора этого Подводить И 44 сетра Селье Красноярска Если пойдет А это же Гибрид А у нее Рядом Нарядное Фильмовое Рядом Это Супер сорта Которые Сладчайшие Груши Они тоже Морозыки И все Таки Если пойдет Беребоск Помните Как говорил Мичурин Надо узнавать Кто папа Не только Кто папа Мама Но и Кто дедушка Бабушка Так вот Беребоск Если пойдет Беребоск Замерзнет А если Пойдет Уссирику Я Про Потомство Не Привитую А из Семечки Коль Собственную Вы просто Не станете Кушать Вот это Я хотел сказать Это всегда Надо А то Вы набрали Груши Двое Полукультурные Яблони Тоже Поливать не надо Они не теряют Свои качества Единственное На севере Они могут Почуять Что сильно холодно И стать Помельче И чуть-чуть Сахар потерять Ради того Чтобы выжить Именно В ваших местах Назовем 45 северной Красноярской Назовем это Приполярье Вот Ну и Коротко все Ничего себе Целый час проговорил А нет Не все Я мог бы По каждому пункту У меня это все есть Почти все Или практически все Да Но я все-таки Выбрал Несколько самых Эффектных фотографий Вот Мэронетка Владыя Год После того Когда это было Уничтожено И остались Двухметровые Пни Там Эти Двухметровые Скелетные ветки Их 5 или 6 Коза родилась Стала вот такой И сейчас Она вот такая Ну и чем взял Барбарист Ладно Это На нашей улице Растет Барбарист Я все время Барбарист вывел Места не было Прихлось от него Отказаться А на центральной Улице У моих Как бы сказать Соседей Ну Человек Домов Вот такое чудо Растет Это Барбарист Ну а теперь Что И вот когда Я подумал А я не спросил А не спросил Потому что Как бы Посмотреть На все Шире Что такое Тепловая Подушка Я вам Рассказывал Дом Греет Греет Может поближе 2-3 метра Дома посадить С юга С юга А если С другой стороны Забор Он тоже Будет тепло Отбивать И направлять На вашу Эту И глядишь У вас Неприлично Неприлично Вкусные Таким Ну по образом Что у вас Теперь Неприлично Вкусные Сорта Будут Если Полукультурки Типа Аленушки То из лучших Помните Как в прошлый раз Аленушку Хвалил А А слово Полукультурное Включает И Аленушку И черт И черт И наконец Я не спрашивал Вначале Не догадался Потом думаю Специально Спрашивать не буду А Немогучен Скали Гэс Рядом А если Река Гэс А там уже Алюминиевый Завод Вот уже Незамерзающий Я не знаю Надо бы Поинтересоваться У нас Допустим Сто километров Где-то Незамерзающий Несей А раз Он не замерзает Значит Микроклимат Так Красноярская Гэс Тоже Десятки Километров Дает Помните Я рассказывал Там Сад Куртовского Попал В эту Микрозону Вот Город Дивногорск Попал В микрозону Простите Растите На здоровье Тоже Что у меня А если Ваша Богуча А если Вы Правда Чуть ниже Они Отдали Ваше Письмо Я не знаю Где Точно Я специально Не стал Я бы мог Утащить А вдруг Дана 200 километров А вдруг Она не на север А на восток Кстати Так оно Есть Там же Ангара Вот Но Поехали Наши Ребята Металлургии Энергетики Строить Поехали Но если Перед этим Когда Скаховская ГЭС Построили Поехали Братскую Братскую Построили Поехали Красноярскую Красноярскую Построили Поехали Саяну Мою Саяну Шушинскую ГЭС И везде Тащили За собой Сахов Вот Теперь Там ужас Какой был Климат Будем надеяться Что Богостянская ГЭС И там Появятся Тысячи Тысячи И тысячи Садов Вот Поняли Чего я говорю И это касается Не только Богостянской ГЭС И не только Красноярской Где Садоводство Ни развито Ни черта Ни черта Ни развито Я же там был Хоть По садам Мотался Вот так Привезли Мы эти Молдаване Гигантское Количество Саранцев Я свои фотографии На двух сайтах Увидел Красноярских Сайтах Мои фотографии И под эту Марку Давай К красавцам Продавать Они давно Все мертвые Эти деревья Абрикос Не терпит Снега Значит Сгниет Если Укроешь Этот самый Не терпит Снега Груша Сгниет Выгорелся Пошел Второй час Снега 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 Снега